250 человек поступило с диагнозом ковид за вчерашние сутки в Дагестане, а за предыдущее число госпитализированных составило 276 человек. Эпидемиологическая ситуация остается крайне напряженной. Увеличились и случаи смерти. За вчерашний день от новой коронавирусной инфекции скончалось 4 человека. Между тем, на территории республики был выявлен новый штамм коронавируса индийский. Врачи бьют тревогу и призывают жителей Дагестана, которые еще не привились от коронавирусной инфекции, сделать это в ближайшее время. Как говорят медики, многие скептически относятся к вакцинации. Всегда обсуждается во всех соцсетях, но это же не изученная вакцина. Вакцину изучать долго не нужно. Современные методики, современные технологии уже не те, которые были 20 лет назад, 30 лет назад. Это обычная вакцина, как и все вакцины, о которых мы знаем и знали еще с советских времен. И эта вакцина подчиняется тем же биологическим законам, которым подчиняются и все остальные вакцины. Очень часто люди спрашивают еще, оставляет ли это след в репродуктивной системе, а можно ли после этого рожать, а не возникнут ли после этого какие-то тяжелые заболевания. Но ничего этого не возникает. А неизученность ее, так называемая неизученность, заключается только в том, что мы не знаем, на сколько лет она защищает. Вот и все. Это единственный пробел, но это даже не сколько пробел, просто времени еще не прошло. Когда я задаю вопрос людям, которые перенесли тяжело заболевание и вышли из реанимации, и когда я у них спрашиваю, будут ли они при необходимости вакцинироваться, 99% из них отвечают, что они будут вакцинироваться при необходимости хоть каждые три месяца, лишь бы больше не испытать то, что они испытали сейчас. Отмечу, сейчас Дагестан в числе регионов с самым низким числом прибитых от ковида, наряду с Владимирской, Ульяновской и Вологодской областями. Ранее Сергей Меликов заявил, что при ухудшении и бидоситуации в Дагестане придется принять меры по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.